Дальше, господа, замечательная история. Об этом Сосинский очень подробно пишет в своей книжке про узлы. Я, кстати, вам ее покажу сейчас, потому что она абсолютно доступная. Единственное, там жуткое количество опечатков. Дело в том, что почему-то редакция считала, что когда такие картинки нарисованы, то не имеет особого значения, кто там сверху, кто снизу. А, я не так показываю, но ничего. Так, тебе нормально? Спасибо. Так вот, Алексей Дорославович Сосинский. Между прочим, это великий, совершенно замечательный человек с совершенно потрясающей судьбой. Достаточно сказать, что его родственники участвовали, причем активней, чем в деятельности Временного правительства, точнее, в 2017 году. Он сам жил во Франции и в США. И по собственной воле. Тогда, когда все мечтали удрать из Советского Союза, придумывали миллион способов, как бы оттуда удрать, он по собственной воле вернулся. Приехал в Советский Союз, потому что здесь хорошая математика. Действительно, для человека математика и работа в Москве оказалась важнее, чем просто опасность физического уничтожения. К счастью, ничего такого особенного с ним не сделали. Единственное, его выгоняли отовсюду с работы, откуда можно было, пока Советский Союз существовал. Но, тем не менее, он как-то нашел, что называется, нишу. Например, он по огромному количеству переводил для советских математиков все, что можно на английский и французский язык. Действительно талантливый человек. Если вы захотите, в общем-то, познакомиться с серьезной историей узлов, чем я вам сегодня рассказываю, то прочитайте вот эту книжку. И на сайте cmd.ru есть так называемые лекции независимого университета по топологии. И там же есть лекции, в общем-то, и плохие есть, но очень много хороших лекций. И лекции лекции школы Дудни. Тоже, в общем, вполне себе хорошие вещи. И там, конечно, все это подробнее. Ну, повторяю, что в этой книге много опечаток. Но, с другой стороны, когда человек читает, то, в общем, в большинстве случаев понятно, что имелось в виду, да, если я сейчас знаю, что когда он сам в начале 80-х годов занимался всеми этими самыми узлами, то он вычислял суммы, похожие на то, что я вам сегодня рассказал. Но, дойдя до этого момента, он не догадался, что дальше сделать. Так, вот все, преобразование вега-1 не выдерживает, значит, это все никуда не годится. А на самом деле здесь удивительно простой был ответ.